Красноярские студенты побывали на экскурсии, а заодно и проинспектировали русал. На предприятии им показали, как выплавляют металл и рассказали, как они защищают экологию и борются с опасными выбросами в атмосферу. Галина Сергеенко тоже там побывала и сейчас расскажет, как создают алюминий без вреда для окружающей среды. Вы все прибыли на промышленную площадку Красноярского алюминиевого завода. Красноярские студенты примеряют на себя роль экологических инспекторов, ходят по цехам, рассматривают все детально, записывают плюсы и минусы на свой взгляд в чек-листы. Все по аналогии с проверками настоящих надзорных органов. Еще народные экологи задают уточняющие вопросы про природоохранную деятельность КРАЗа, чтобы избавиться от мифов. Я не пожалела, что сегодня посетила алюминиевый завод, потому что на протяжении этих дней мне было интересно, потому что у нас был воздух, хоть загрязненно, то есть темно было. И мне вообще было интересно, кто этим всем занимается и как вообще улучшить экологию. На самом деле здесь очень хорошая защита и уверенные сотрудники, которые могут об этом все рассказать, показать и провести определенные проверки для подтверждения их слов. Вот мы видим, жидкий металл начинает медленно застывать. И попадав на франец, мы видим, что это действительно алюминий. Это один из основных цехов завода. Здесь металл почти готов. Дальше его перемещают на конвейер, где он приобретает форму слитка. А позже отправляют для дальнейшей переработки. Например, из него делают банки для газировок, фольгу, детали для машин, самолетов и ракет. Ну а это самый дорогой алюминий на производстве. Он только сошел с конвейера, еще совсем тепленький. Тут примерно 99% металла. Примесей практически нет. Кстати, из него делают айфон. Например, на производство шестой модели нужно всего лишь 26 грамм такого вот материала. К вопросам экологии, внимание, пристальное. Завод тщательно контролирует выбросы. Например, специалисты лаборатории по несколько раз в день делают замеры воздуха специальным устройством – газоанализатором. И на заводе, и в ближайших к нему районах. Во время экскурсии исследования воздуха провели и народные инспекторы. На уровне дыхания все происходит. То есть можно померить не только в тургаз. К слову, масштабная экологическая модернизация идет на предприятии с 2004 года. За это время выбросы снижены почти на 40%, а по фторидам на 76%. А в период неблагоприятных метеоусловий на заводе включаются дополнительные меры снижения эко-нагрузки. На предприятии реализуются такие мероприятия, как усиление герметизации электролизеров, исключение остановки газоочистного оборудования на планово-предупредительные ремонты. То есть газоочистное оборудование в непрерывном режиме работает. В этом помогает и онлайн-мониторинг, который завод первым в городе подключил еще в 2017 году, хотя по закону обязали это сделать только в этом году. Сейчас идет активная разработка мероприятий для стяжения выбросов по бензопирену на 60% к 2024 году, в том числе начатая работа по переходу завода на более экологичное сырье.